Шалом, дорогие друзья! В нашей недельной главе Бешаллах рассказывается о окончательном выходе из Египта. И написано у наших мудрецов «Лемантис кора тем цветка баяр смесаем коль и михаеха» Одна из шести вещей, которые праведный еврей вспоминает каждый день. Шесть вещей. Одна из них – это «Чтобы ты помнил дни выхода твоего из земли египетской все дни жизни твоей». И мы знаем, что любую фразу, любое повеление, которое дает нам Тора, это фраза, которую я провел, это фраза из Торы, любое повеление, его можно понять на четырех уровнях. Пшат, рэмэз, дрэш и сод. Простое понимание. Рэмэз – это намек. Дрэш – это толкование. И сод – тань. Давайте попробуем понять вот эту фразу. Чтобы ты помнил все дни жизни своей о выходе из египетской, давайте попробуем понять эту фразу на уровне рэмэз, на уровне намека. Итак, Месаим, Египет на иврите, состоит из слова цар, мейцар. Цар – это тесно, мейцар – это теснины. И Египет означает теснины. И говорят наши мудрецы, что все, о чем мы читаем в Торе, это есть и в нас самих тоже. И это означает, что в нас самих тоже есть такой Египет, тоже есть теснины. И что говорят нам наши мудрецы? Из этих теснин нам нужно постоянно выходить. Это митцва, митцва. То есть, что получается? Эти теснины, что это за теснины? Эти теснины – это наши негативные эмоции, наши грехи. Наши негативные эмоции, такие как страх, такие как печаль, такие как обида, зависть, гнев и так далее, это то, что нас держит внутри чего-то плохого, внутри наших теснин, внутри нашего митцваима, внутри нашего Египта. И на нас есть заповедь выйти из этого. В каждом момент нам стараться из этого выйти. Всевышний, там, где Всевышний написано, там радость. И нам нужно выйти из этих негативных эмоций, позитивные эмоции, в радость, с Божьей помощью. Теперь, как мы это делаем? У нас есть 10 казней. Эти 10 казней мы должны сделать внутри себя, над своим Египтом, над своими теснинами, над своим внутренним фараоном. Как мы это делаем? Я вам скажу для примера две казни. Первая казнь – кровь. Первая казнь – кровь, что означает, говорят нам наши мудрецы, что нужно разгорячить свою кровь, себя, мусаром. Мусаром – это этическая часть. Торы – это этика, которая говорит нам о том, чему нам нужно стремиться, о том, какие мы великие, какая ценность есть у евреев, у каждого человека, чтобы мы начали по-настоящему ценить себя и поняли, насколько высоко мы можем подняться и начали к этому стремиться. И поняли всю тяжесть того плохого, тех грехов, в которых мы, возможно, находимся. Это кровь. Это казнь – кровь, которую мы должны сделать со своим лицарем, со своим ецараром, со своим началом. И второе – это… вторая казнь – это лягушки. Что означает лягушки? Лягушка – это, когда говорится о казнях, это символ самопожертвования. Что такое самопожертвование для нас? Естественно, запрещено просто так жертвовать своей жизнью для того, чтобы исполнить какую-то волю Всевышнего, например, соблюсти шаббат. Есть определенные, есть определенные только очень-очень крайние моменты, когда нужно жертвовать своей жизнью. Что означает самопожертвование? Точно так же, как лягушки прыгали во все места, в печи египтянам, в суп египтянам, во все дырки возможные. Для того, чтобы исполнить волю Творца, точно так же и мы должны быть готовы на самопожертвование ради исполнения воли Творца. И для нас простое самопожертвование – это когда мы жертвуем своими низкими желаниями, например, страстью, к деньгам, к какой-то еде, к почету, и исполняем волю Творца вместо этого. То есть человек, например, сейчас хочет съесть что-то некошерное, он говорит «нет, я буду есть кошерное». Это уже в каком-то плане самопожертвование, пожертвование своим низким желаниям. Человек, который сейчас начинает изучать Тору, и он хочет подумать о чем-то мирском, о том, какую машину он хочет купить, о том, какой дом он хочет купить, может быть, какие-то беспокойства, да, и он отодвигает это желание и говорит «нет, сейчас я только учу Тору, в сторону все остальное потом». Да, это не значит, что все наши желания мы должны просто отбрасывать, мы должны их правильно направлять, да, то есть отодвигать на время и потом давать им какой-то ответ, как можно сравнивать с ребенком. Вообще, я царара сравнивать с ребенком. Итак, дорогие друзья, я желаю вам приятного выхода из Египта, постоянного, максимально приятного, максимально радостного, и будьте счастливы!